друзья всем привет сегодня в нашем ролике мы хотим показать как приклеить вату на фасад дома вату мы будем использовать роквелл фасад 50 миллиметров и сейчас покажем как она приклеивается на этом фасаде мы решили что будем клеить вату под гребенку так как изначально пробили дом уровнем постреляли правил везде покидали в принципе расхождение ну где-то 5 миллиметров где-то сантиметр в принципе гребенки сантиметровый будет хватать на выравнивание дома дальше значит что у нас прежде чем клеить вату изначально мы прогрунтовали весь дом грунтовку использовали фирмы копорол и так давайте приступим к приклеиванию ваты клей будем использовать фирмы копорол фасадный на цементной основе принципе для этого нам понадобится клей ведро мы уже намешали шпатель глубина зуба будет сантиметр кидаем 5-6 небольших плюх чтобы это нам все размазать клей по жидкости он такой получается тянучий сильно густой разводить не надо им неудобно будет работать и начинаем зубчатым шпателем размазывать нашу клеевую смесь обязательно надо промазать все края здесь уже нарисовался лишний раствор мы его перегоняем на этот край и лишнее снимаем ведро сейчас покажем этот способ приклеивания ваты и покажем еще один способ приклеивания ваты почему здесь выбрали такой способ я уже объяснил так как у нас здесь завалы по уровню миллиметров 5 доходит до сантиметра и решили клеить под гребенку вот намазали лист вот сейчас он таком состоянии и приклеиваем его рядом с другим листом обязательно все в шахматном порядке проходит все постучали выровняли выровняли по полоске внизу и выровняли вот с этим листом рядом стоящим лишнее можно вот так снять и в следующем порядке также пошли другие листы приклеим идет все в шахматном порядке есть еще один способ если бы у нас были завалы сантиметров по два от уровня то изначально мы приняли бы решение клеить не на гребенку делали бы то есть окантовку из клея вокруг сейчас покажем и принципе и плюхи две-три кидаешь на центр это дело вот так промазывается гладилкой здесь я проглажу просто вот этим шпателем для наглядности это второй способ если у вас допустим завала идут где-то уже по два сантиметра на фасаде вот так мы промазываем весь лист для чего его права промазывать чтобы наши плюхи наш клей нет летал от ваты вот так промазали и начинаем делать окантовку так примерный слой сантиметра два не доходя до края примерно сантиметра три-четыре потому что когда будете придавливать лист этот клей будет выдавливаться и он принципе растечется на края вот так делаем окантовку кидаем раз плюху небольшую два и три все ну естественно это я так для ролика делаю вот если есть сантиметра два какие-то завала то есть и три сантиметра если там три сантиметра где-то завал у вас пошел естественно вот эта окантовка будет примерно сантиметра не два клей наводишь не пожиже а клей наводишь уже погуще немножко то вот эта окантовка она естественно будет уже повыше побольше и плюхи будут побольше чтобы это все дело прижать и выровнять по правилу или по уровню все и в принципе таком же порядке пошел дальше клеить этот лист мы сейчас отставим я вам покажу как можно разрезать вату и приклеить вот допустим кусок у нас не доклеим сейчас вот на этот откос этот листья уберу в сторонку потом я его почищу и под гребенку приклею так замеряем здесь у нас 23 5 так 23 и 5 отмеряем от края листа сверху точку поставили и снизу точку поставили берем уровень правила принципе без разницы я использую вот такой нож это для резки минеральных плит чтобы разрезать минвату вот принципе можно использовать вот такую ножовку обычная по дереву с мелким зубом тоже хорошо пилит вот но я использую вот такой нож проводим линию линию провели режет он отлично получается вот такой ровный срез и все принципе все то же самое намазали клею и домашних условиях любой человек может справиться с таким заданием без труда если сделать все по технологии то не будет никаких проблем все вот под гребенку намазали дали сантиметр слоя и вот так вот мы здесь подстучали друзья естественно бывают такие моменты когда вата неровная вот допустим у нас одна упаковка шла вата где-то 45 сантиметра до другая упаковка у нас шла где-то 5 сантиметров мы сами проверяли рулеткой и почему там приехали у нас такие упаковки и такое ощущение как будто вата была просто разрезана десятка пополам сложена как пятерка и приехал уже на объект но естественно мы это возвращать ничего не будем будем работать ей как-то помучаемся у нас есть перепады вот на этих стыках миллиметров пять в каких-то местах у нас есть такой инструмент такая зубчатая терка вот в принципе такие места такие перепады они вот так потом подшкуривается прежде чем шкурить обязательно одеваем средства защиты потому что вата когда полости рта попадает начинаешь чихать кашлять и все остальное и вот эти вот края какие-то стыки неровности там которые дают у нас миллиметров пять в принципе они вот так подшкуривается и все и потом получается идеально ровная поверхность уже не докопаться это уже мы подготавливаем основание под базовый слой когда будем наносить сетку и клей можно еще здесь один нюансик если есть у нас какие-то стыки здесь можно показать вот этот стык отрезанным просто вата чуть чуть неровно клей циризит ст 84 предназначен для пенопластирола предназначен для минеральных плит просто берем и запениваем все это дело вот так проходим у нас еще есть моменты как утеплить откосы как сделать обклеить вот но это расскажем уже следующем ролике так что вот друзья все что хотели показать рассказать вроде бы до вас донесли понятно и внятно если кто хочет заниматься сам своим домом минеральными плитами или пенопластиролом может все это сделать сам без всякого там труда потихонечку но естественно как бы нужен человек всегда в помощь меня зовут александр если есть какие-то вопросы пишите звоните всем отвечу всем пока